Я вылезла с утра пораньше, ну как с утра, уже ближе к двенадцати дело идёт, значит мне нужно было купить себе кое-какие обновки, потому что у меня дофигища свитеров, просто гигантское количество, то есть на зиму я обеспечена одеждой по полной программе, а вот такой демисезонный у меня нету, потому что в основном я вот в пальто хожу, и пальто, ну сами понимаете, что у ткани пальто не тянущиеся, нету тянущейся такой способности, свойства, и толстые вещи под него не подденешь, руки складываться не будут в локтях, очень неудобно, чувствуешь себя как капуста какая-то, и поэтому вот я только в этой блузке осталась и пошла себе, купила три блузочки такие тоненькие, то что сейчас пока что погода позволяет такое носить, вон у нас какое, небо синее, очень здорово, кстати, купила себе вчера от Golden Rose жидкую помаду, она немножечко липковатая, но, во-первых, мне цвет очень понравился, такой нежный, а во-вторых, сейчас я вот на солнце встану, у неё очень приятное такое мерцание, ну не мерцание, а такая вот, не мерцание, нет, это глянцевая такая поверхность, в общем, короче, я... А, да, ещё купила себе, знаете, я вот не знаю, как эта ткань называется, из которой пледы клетчатые такие делают, вот из такой пледовой ткани, изнутри, как этот, барашек, тёпленькая такая штучка клетчатая, с тоненьким капюшончиком, и, в принципе, невероятно тёплая штука, мне на каждодневные выходы, в туры особенно, конечно, я так тоже буду выходить, но, в общем, в целом, такое тоже хочется, знаете, с кроссовками, что-то молодёжное, полурокерское, и так что, короче, я довольна как слон, сейчас домой дойду, вот за моей спиной, стела каскада, ну, каскад, я так поняла, неотъемлемая часть уже моей жизни, сегодня у меня тур, придётся туда дважды слетать, зато, ой, моим туристам сегодня повезло, какой сегодня Арарат, сейчас я вам покажу. Так, ну, я уже добралась до дому и готова вам показать свои обновки. Итак, первая блузочка, которая мне очень-очень приглянулась, ну, это даже не блузочка, это такой очень тонкий, вязкий свитерок, такой, знаете, вот на камеру особо не видно, но это цвет жёлтенький, даже бледнее цыплячьего, мне очень понравился такой в ромбик узор с таким нахлёстом, в общем, в целом, очень симпатично, с такой стоечкой, что избавит меня сейчас от необходимости носить какие-то косынки, шарфики и прочее, горло будет, во всяком случае, в тепле, длина, ну, чуть ниже талии, в общем, и в целом, такая вот классная вещь. Далее, решила взять, у меня очень-очень давно не было таких вот гладко-серых блузок, ну, вот только, пожалуй, это и то с гранатами. А так я взяла ещё вот такую, тоже тонкой вязки, и, в принципе, и под пальто, и под любое всё оно поместится, и руки не будут скованы в узких рукавах верхней одежды. Тоже очень интересная такая история с узором, не совсем прям по телу, свободно достаточно, тоже длина до бедра доходящая. И, в принципе, я такого рода вещи очень люблю, потому что с ними можно огромное количество разных украшений миксовать, особенно то, что я вот в основном серебро люблю, серебристые, во всяком случае, украшения. Здесь прямо можно разгуляться. Далее, Милей, можешь уйти отсюда и не зарываться в моих вещах. Далее мне... Сначала я хотела взять, знаете, такого тёмно-тёмно-горчичного цвета, подобную вещь, а потом думаю, чё, у меня всё однотон да однотон. И решила взять эта штука, кстати, намного тоньше повязки своей, чем эти. Но вы посмотрите, какая это прелесть. Просто узор шикарнейший просто. И острый вырез для разнообразия. Он немножечко оверсайз, но не очень так сильно. В общем, в целом, с джинсами вообще клёво. И то, что я вот говорила вверх, в виде такого пледа. Это реально плед просто. И внутри он целиком такой вот барашек. Очень тёпленький. Я, честно говоря, терпеть не могу капюшоны. А сейчас вся мода, вот в какой магазин не зайдёшь, какой вверх не посмотришь, все свитшоты, не, вернее, не свитшоты, всё худи, куртки с капюшонами. Нету ничего просто со стоечкой или с обычным отворачивающимся воротником. Ну, здесь история хороша тем, что капюшон, он тонкий. Почему я не люблю капюшоны? Потому что, когда у тебя длинные волосы, на капюшон они вот так вот ложатся. И так некрасиво. Вот у тебя идёт голова, потом под углом волосы торчат куда-то над этим капюшоном. И мешают очень сильно. А тут, поскольку оно такое... И потом по цветам мне очень зашло. Сначала я хотела жёлтенькую клетку взять, но там остался только XXL. Я взяла L, чтобы свободно в этом себя чувствовать. Вы посмотрите, какая прелесть вообще. О! И, в общем, в целом волосы не так сильно ломаются об этот капюшон. Если я их и собираюсь отращивать, то есть они когда будут длиннее, то они вообще спустятся. Очень тепло, очень уютно, с кармашками. Единственный дефект этой штуки, что она не на молнии, а на пуговицах. Было бы даже хорошо, если бы на кнопках было. Ну, это как бы мелочи жизни. Я такого типа вещь искала очень давно. Нигде не могла найти. Если была клетка, то слишком тонкая. А так, даже на вечер, вообще классно. Тут можно при желании расстегнуть, закатать рукав. В общем, короче, и с любой вещью подойдет. В принципе, все, что я сегодня купила, ну, наверное, за исключением вот этого, сюда вообще шикарно пойдет. Особенно вот что-то такое серенькое. Так что, вот такие вот дела. Обзор покупок. Тут такой цирк разворачивает. Значит, эти два придурка сидят. А шалелы смотрят, что вот этот придурок здесь творит. Он эту мышь задрал. Нафиг они сидят. Смотрят обалдевшие глаза. И бубенчик. И джингл-биллс. Поставь эту мышь в покое. Давай байки, хватит. Хватит. В жопе шила. Ты чья ляшка такая вкусная развалилась? Чей пылось? Игнисти. То есть ты решил ее окончательно истрепать, да? Ты мейшь такая. Ты мой сладкий ребенок. Господи, с мышкой играет. Ты ее уже привил давно. Сладкий мой, тут синюськи такие, сладкие. Боже мой, ляльечка. Чушь, ляльки, господи, боже мой. Зизи. Давай, давай, давай. Лови мышку, лови, 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 лови мышку. Господи, боже мой. Сонар меховая. И немножко такие трещеточные звуки издает. По текстуре, как настоящее животное. С хвостиком таким. Вот тебе мой репортаж с наших полей огородов. Ты посмотри, как прелесть. Господи. Две плюшки. Мамины тюленики. Вот это ж, боже мой. А тут еще один маленький бузя мой. Тут такое помятое, сённое. Зизи, мяу. И вот такое доброе утро у меня каждый день. Хе-хе-хе. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok